так отлично маяки я установил теперь буду полноценно заниматься стяжкой всем привет друзья с вами семён это 6 серия изготовления теплых водяных полов в прошлых сериях я занимался подготовкой основания укладки утеплителя армирующей сетки после начал сборку коллектора раскладку труб x-a проверил на герметичность и опрессовал всю систему теплоносителем под 6 бар в этой серии буду заниматься установкой маяков для финишной стяжки это предпоследняя серия о изготовлении теплого пола после мы плавно перейдем в электрику если тебе интересно завершение работы а также ее стоимость подписывайся на канал и жми колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий итак чтобы продолжить работу с раствором я взял бетономешалку у стаса стас поздравляю тебя с рождением второй дочери спросите что случилось с моей бетономешалкой того дал соседям попользоваться на этом инструмент и потерял свои силы ничего починим маяки буду устанавливать на лепухи и регулировать их с помощью шурупов и специальных креплений поскольку лепухи будут частью будущей стяжки в их состав также как и в саму стяжку буду добавлять пластификатор для теплого пола бренда цемикс цемп термо она повышает растекаемость бетонных и растворных смесей увеличивает теплоотдачу на 10-15 процентов за счет уплотнения смеси и плотному прилеганию раствора к нагревательным элементам предотвращает появление трещин обеспечивать гладкую поверхность увеличивает прочность и устойчивость к истиранию делает стяжку однородной это то что нужно для моих теплых полов на один замес пропорции одно ведро воды одно ведро цемента и три ведра песка добавлю около 100 миллилитров пластификатора цемикс перемешиваю также чтобы повысить армирование стяжки добавлю стеклофибру в ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классный раствор получается, подвижный. Как вы думаете, для стяжки такая текучесть хорошая или нужно будет пожиже? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В каждой комнате у меня будет по три маяка. Раскидываю ляпухи таким образом, чтобы все трубы теплого пола были на виду. Расстояние между ляпухами делаю примерно 30 см. В одной комнате ляпухи раскидал, то же самое сделаю в другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий день приступил к следующему этапу, но сначала показал работу прорабу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понял? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не понял, так не пойдет что ли? Теперь мне нужно просверлить отверстие диаметром 6 мм, строго в одну линию. Для этого на фундаменте просверлю по отверстию и между ними натяну капроновую нить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь с помощью ориентира просверлю по одному отверстию в каждом ляпухе. Будьте внимательны, не просверлите трубы теплого пола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данную операцию проделаю во всех рядах ляпухах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После во все отверстия забью юбиля, уберу лишний мусор и наживлю шурупы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улице стало темнеть. Самое время приступить к лазерным работам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мне нужно вывести каждый шуруп в ляпухе на нужный уровень. Для этого использую рейку с нужной риской. По этой риске и выставляю шурупы. Все довольно просто и интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут я перебрутил чуть-чуть, надо чуть-чуть повыкнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, хорошо, идеально. И так дальше продолжаю выставлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, шурупы на одном уровне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь наденем на них специальный крепеж для маяка. Вся идея данных креплений в том, что если кто-то повредит или наступит на маяк, его будет легко заменить, нежели просто лежачий маяк на лепухе. Также эти крепления можно применять при оштукатуривании стен. Очень удобная и упрощающая жизнь штука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маяки использую самые обычные, так сказать, фольгированные. Устанавливаю маяки на платформы и закрепляю их желтыми фиксаторами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сами маяки при необходимости резал болгаркой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маяки между собой скреплял теми же креплениями и отрезанной частью маяка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После установки всех маяков обязательно проверю их классическим способом. Лазер лазер лазером, а лучше еще один раз проверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толщина стяжки у меня будет от 8,5 до 10 сантиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все маяки установлены, кроме самого проходимого места. Их установлю по мере заливки раствора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следующей заключительной серии буду изготавливать раствор и непосредственно заливать стяжку. А также расскажу о всех тратах на изготовление теплого водяного пола. Спасибо вам за ваше время. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новой серии. С вами был Семен. Увидимся в одних из этих видео. И да, прошу вас оценить это видео по пятибальной шкале. Редактор субтитров А.Семкин